Приветствую! Сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроекты 10.456 и 10.457 и тем самым в Украине продлено военное положение и продлена мобилизация. И все это на срок с 14 февраля до 13 мая 2024 года. И конечно же многих из нас беспокоит вопрос, а вообще можно ли продлевать военное положение? Если можно, то сколько раз и на какой срок его можно продлевать? Ну и те же самые вопросы относятся и к мобилизации. И чтобы в них разобраться, мы с вами будем смотреть Конституцию и соответствующее законодательство о военном положении и о мобилизации. Итак, смотрим. Естественно, начинаем мы с вами с Конституции Украины. И здесь, в Конституции Украины, в 20-м пункте части 1 ст. 106, мы находим следующее. Что президент, приймая, відповідно до закону, решення про загальну або часткову мобилизацию И здесь хочу сразу обратить ваше внимание на следующее. Смотрите, в первой части этой статьи указано, что приймая, відповідно до закону, решение про загальну або часткову мобилизацию. Не про введение мобилизации, не про початок мобилизации, а решение про загальну мобилизацию, да, або часткову. А во второй части написано про введение военного стану в Украине. И здесь тоже обращаем внимание на что? Что используется слово введение уже, да, введение военного положения. Не продление, да, не продление сроков, не решение о военном положении, а исключительно о введении военного положения. И, конечно, мы можем обратить внимание, что вот здесь есть такая приписка «Видповідно до закону». И давайте посмотрим, а может же в законе о правовом режиме военного положения есть норма, согласно которой президент может продолжать военное положение. Как мы с вами увидели, в Конституции это не предусмотрено. Теперь смотрим закон. В статье 5 закона Украины о правовом режиме военного положения тоже расписано о порядке введения военного положения. И мы видим, везде вот это слово введение, введение, введение. И здесь вот снова введение. И здесь введение. И если мы полистаем дальше, то есть статья 6 указ президента Украины про введение военного стану. Снова вот это слово введение. И если дальше мы читаем, то мы видим статью 7, припинение и скасывание военного стану. И здесь мы можем почитать, что президент Украины может принять указ про скасывание военного стану на всей территории Украины або в окременных ее местах. То есть в соответствии с законом о правовом режиме военного положения мы видим введение военного стану и скасывание, а продолжение нет. Откуда появилось слово продолжение, спросите вы? А появилось оно из указа президента. Потому что указ президента здесь, как называется, про продолжение строку дии военного стану в Украине. Продолжение. Не введение, не скасывание. Продолжение. И, кстати, вот интересный момент, на который обратил я внимание. Нет подписи. Вот снова мы встречаемся с документами, которые подаются в Верховную Раду и почему-то без подписи президента Украины. Вот мне непонятно, честно. Я не могу объяснить с точки зрения законодательства на сегодняшний день, почему здесь нет подписи. Тем более это все-таки такой очень важный документ. И, наверное, должна быть подпись. Ну, как мне кажется, да, потому что это не рядовой документ, далеко не рядовой. И, более того, вот нигде там не написано, что есть там электронная подпись президента или что-либо подобное. Ну, окей, здесь мы с вами разобрались. А разобрались мы с чем? С тем, что ни в Конституции, ни в законе Украины о правовом режиме военного положения нет полномочия президента на продолжение строку военного стану. Есть полномочия на введение и на прекращение. А что же с мобилизацией? А с мобилизацией та же самая история. Указ президента Украины носит название о продолжении срока проведения общей мобилизации. И, кстати, если посмотрим, тоже почему-то нет подписи. Не знаю, вот снова нет у меня ответа на этот вопрос. И теперь давайте посмотрим закон Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Вот здесь, смотрите, есть часть пятая статьи четвертая, где сказано, что вид, обсяги, порядок и строки проведения мобилизации вызначаются президентом Украины в решении про ее проведения. В решении про ее проведения. То есть срок мобилизации должен устанавливаться не отдельным, по идее, решением о продолжении срока, а в указе, в решении президента о ее проведении. И мне кажется, что с точки зрения того, что написано в Конституции, в законе о военном положении, о мобилизации, было бы правильней, если бы вот эти указы президента носили характер, названия их были примерно такими. О введении военного положения, о объявлении мобилизации. То есть мы вот первый раз объявили мобилизацию и военное положение на 30 дней, потом сроки военного положения прекращаются, там во сколько, в 5.30, да, если память мне не изменяет. А дальше мы, по сути, вводим новое военное положение. И я думаю, что это, кстати, было бы абсолютно нелогично, вот, потому что, ну, каждый раз вводит новое военное положение, оно не совсем логично. Но это, как мне думается, было бы более корректно с точки зрения действующего законодательства. Потому что мы бы тогда буквально подходили к толкованию закона и писали бы, ввести, ввести. Да, там в 5.30 военное положение заканчивается, 14 февраля 2024 года прекращается. И мы вводим снова, и вводим, опять же, на какой-то промежуток времени. И вот здесь мы подходим ко второму вопросу. Вопросу следующему. А сколько раз можно вводить военное положение? Да, не будем говорить продлевать, вводить военное положение. Сколько раз можно вводить мобилизацию, объявлять ее? И на какой период вот эти вопросы абсолютно не урегулированы законодательством? И с точки зрения действующего законодательства вводить военное положение можно, ну, по сути, до бесконечности. Как и мобилизацию вводить, оглашать можно до бесконечности. Да, нигде в законе не установлен максимальный срок военного положения. И здесь вот я понимаю, что кто-то сейчас говорит, ай-яй-яй, это же диктатура и все такое. Да, понятно, что если вдруг кто-то захочет злоупотреблять этим, у него, в принципе, есть такая возможность. Да, но такая норма предусмотрена, обращаю внимание, недействующим президентом, то есть это не замысел Зеленского, его команды. Эта норма давно существует в Конституции Украины, вернее, отсутствует, если быть точнее. Почему так? Потому что мы же не знаем, сколько будут продолжаться боевые действия. То есть мы прекрасно понимаем, что военное положение будет до тех пор, пока будут боевые действия. То есть пока мы находимся вот в этом состоянии, понятно, что и будет военное положение. Но и тут мы подходим еще к одному юридическому вопросу с вами. А можно ли признать незаконным военное положение, которое продлено указом президента? Не введено, а продлено. Что будет, если мы, допустим, обратимся в суд? Сможем ли мы обжаловать указ президента на том основании, что он называется, о продлении срока военного положения, а не о введении военного положения, как это предусмотрено Конституцией Украины. И вот здесь я вам предлагаю смоделировать ситуацию, что вот мы, например, идем в суд и пытаемся обжаловать это решение президента, этот указ президента. Как будет рассуждать суд? Как мне кажется. Суд будет исходить из следующего. Суд задастся следующими вопросами. Первое. Кто может вводить военное положение? Президент. Итак, первый аргумент. Президент может ввести военное положение. Кто может отменить военное положение? Президент. Логично. Хорошо. А давайте теперь объединим два этих момента, которые предусмотрены в законе, и подумаем, а может ли лицо, которое уполномочено, вводить военное положение и отменять его, может ли оно продлить военное положение? И мне думается, что суд придет к выводу, что да, может. Потому что тот, кто может ввести военное положение и кто может отменить военное положение, он логично может и продлить военное положение. И вот здесь, основываясь на уже не буквальном толковании закона, суд будет применять другое толкование, и суд, мне думается, придет к выводу, что президент все-таки может продлевать военное положение, и то военное положение, которое введено сегодня, и тот указ, который введен, действует сегодня, соответствует Конституции Украины и Законам Украины, но не в части, скажем, буквального толкования, буквального понимания, а в части, например, логического толкования. И в этом смысле мне, как адвокату, представляется абсолютно бессмысленным обжалование такого указа президента и попытки его отменить, потому что я оцениваю вероятность отмены такого указа президента очень, как очень низкую. Друзья, на этом у меня все, пожалуй, все, что я хотел сказать, сказал, и если вы считаете, что данное видео вам было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал, также приглашаю вас в свой телеграм-канал, ссылочка на него есть в описании к этому ролику. Ну, а я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.